В армянских СМИ, соцсетях, телеграм-каналах, появилось множество публикаций, в которых обсуждается угроза для армян, якобы исходящая от различных турецких организаций. Об этом, к примеру, пишет ереванское издание Armenia Today. По его данным, Турецкая ассоциация стамбульских адвокатов, националистов, опубликовала заявление, авторы которого якобы пригрозили, в случае необходимости вновь прибегнуть к депортации армян. А ранее агентство «Спутник Армения» сообщало, что армяне Стамбула, якобы, под прицелом организации «Серые волки». Действительно ли происходит обострение, или просто идет накрутка и повышается градус напряженности со стороны Армении? Ведь известно, что в Турции нелегально живут и работают более 100 тысяч армян, но их до сих пор не депортировали. В современной Турции, кстати говоря, про это говорили и вы, и вы, в турецком парламенте есть политики, армянские политики, курдские политики. И, кстати, слово говоря, что достаточно сложно себе представить, что в армянском парламенте будет заседать турок или азербайджанец. Хотелось бы узнать, как себя чувствует национальное и религиозное меньшинство в Турции. Это мы говорим про курдов и армян и оловитов. Турция современная – это преемник Османской империи. Как ни курить те? В Османской империи не было никаких вопросов ни с курдами, ни с армянами. 700 с лишним лет армяне там жили бок о бок, как братья с турецким народом. Никто даже не трогал не то, чтобы резню или геноцид устраивать. На сегодняшний день армяне, курды, аловиты и все остальные национальные меньшинства живут в Турции так же, как и сами турки. А я вам больше скажу, что армяне имеют больше прав и свобод, чем в самой Армении на сегодняшний день. Они намного больше и зарабатывают, и намного больше имеют возможности в самой Турции. Почему? Потому что сами армяне переезжают в Турцию и жить около 40 тысяч человек, без регистрации, без ничего, живут в Турции. А Эрдоган и правительство их не трогают. Пусть живут себе хорошо. Никогда их не преследуют, никогда их не трогают, если этих людей не используют против самой Турции. Прокомментировал ситуацию, политический обозреватель российского телеканала «Царьград», эксперт по Ближнему Востоку, Кемран Гасанов. Угрозы и заявления, одно, решение, другое. Пока такое решение не принято. Так что баламутить воду бессмысленно. Но кому-то, видимо, очень хочется это сделать. Из-за того, что Турция не признает события 1915 года, на нее постоянно пытаются повесить обвинения в притеснении нацменьшинств. После операции в Сирии, Турцию повторно обвинили в событиях 1915 года. Во-первых, такие обвинения только политически мотивированные. Во-вторых, обвинители плевать хотели на национальные интересы Турции, которая защищает свою территориальную целостность. Но если говорить объективно, армяне, кормящиеся за счет Турции и обеспечивающие своих родственников в Армении, поддерживают боевиков в Сирии. Конечно, можно ожидать реакции от турецких властей, которой, подчеркну, пока нет. Если ты живешь в другой стране, нужно уважать ее интересы и не спонсировать тех, кого там считают террористами. Примерно такая же ситуация и привела к событиям 1915 года. Когда армяне в самый трудный момент выступили на стороне врагов Османской империи, своей родины. Но, еще раз подчеркну, обострения ситуации с армянами в Турции нет. «Если бы что-то было, мы бы узнали первыми», — сказал политический обозреватель российского телеканала «Царьград», эксперт по Ближнему Востоку, Кемран Гасанов. «Турецкий обозреватель» Продолжение следует...